Девушки отдыхают Там я прохожу различные видеокурсы по английскому языку совершенно бесплатно. Это реально помогает. Подписывайтесь на канал, ссылочка в описании. Сперматозоиды Когда сперматозоид встречается с яйцеклеткой, происходит оплодотворение, и в конце концов рождается ребенок. Во время процесса зачатия яйцеклетку видно невооруженным глазом, но только не сперматозоидов. Мельчайшие объекты, которые мы можем увидеть глазами, имеют размер 0,1 мм. Сперматозоиды же в размере составляют 0,05 мм. Так что без микроскопа вы ничего не увидите. Параметция То, что вы видите сейчас, называется параметцией. Они обитают в пресноводных и морских средах. Они настолько малы, что мы не в состоянии увидеть их невооруженным глазом. Эти микроскопические организмы могут быть до 50 мкм в размере, довольно крошечные, не так ли? Ультрафиолетовое излучение Ультрафиолетовое излучение является одним из видов электромагнитного излучения, который исходит от Солнца. Некоторые животные, такие как птицы и пчелы, на самом деле могут видеть ультрафиолетовый свет без проблем. Но только не люди. Ультрафиолетовый свет не видим невооруженным глазом. Однако, если вы обгорели на Солнце, знайте, вас облучило подобным излучением. Инфракрасное излучение В таких научно-фантастических фильмах, как «Хищник», инфракрасная технология использовалась в качестве зрения. Красный, оранжевый и желтый свет на другой длине волны не видны человеческому глазу без специального устройства. Подобные тепловые устройства используются военными. Черные дыры Мы знаем, что в космическом пространстве существуют черные дыры, но визуально никто и никогда их не видел. Черная дыра представляет собой область, имеющую гравитационное поле настолько сильное, что ничто не сможет противостоять ей даже свет. Ученые способны точно определить местоположение черной дыры за счет размещения газов и пыли, которые всасываются в нее. Может быть в будущем мы когда-нибудь увидим эти черные дыры, а пока это лишь теория. Призраки Многие люди говорят, что они могут слышать и чувствовать присутствие призраков. Другие утверждают, что они на самом деле вступали с ними в контакт лицом к лицу. Но независимо от того, сколько существует историй про призраков, никто и никогда не был в состоянии сделать фотографию реального призрака. Такое оборудование, как инфракрасные камеры, в теории смогли бы их засечь. Напишите в комментариях, верите ли вы в призраков. Воздух Воздух существует, это факт. За счет него мы дышим. Это газообразное вещество буквально дает нам жизнь. Однако мы не сможем увидеть его, чтобы отблагодарить. Воздух состоит в основном из азота и гислорода. Эти два элемента являются невидимыми и бесцветными. Это довольно удивительно, что наш главный источник жизни является невидимым. Крутящиеся объекты Наши глаза в состоянии разглядеть диски автомобиля или вентилятор в спокойном состоянии. Но как только они начнут вращаться до необходимой скорости, мы не сможем иметь возможность разглядеть эти объекты. Это называется стробоскопическим эффектом. Если вы замечали, то у быстро едущих автомобилей колеса крутятся будто бы в обратную сторону. Радиоволны Люди способны видеть в диапазоне 300-700 нанометров. Несмотря на то, что радиоволны могут быть близки к этому диапазону, мы не можем их видеть. Радиоволны отвечают за передачу данных на спутники, телефоны и компьютеры. До сих пор, пока ваша электроника включена, буквально сейчас, пока вы смотрите это видео, они испускают излучение, которое вы никогда не сможете увидеть глазами. Кожные клещи Прямо сейчас по вам ползает куча кожных клещей. Но прежде чем бежать в ванную и мыть лицо, просто знайте, что это нормальное явление, и они совершенно безвредны. Они живут своей жизнью внутри ваших пор, пока не наступит ночь. Как только она наступает, они вылазят и начинают спариваться. Затем они зарываются обратно в кожу и питаются ей. Если вы прямо сейчас почесались, то ставьте лайк, потому что мы тоже. А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки, чтобы не пропускать наши новые интересные видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok